Всем привет! Привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Вы не поверите, как только я села снимать для вас видео, у меня мигает камера, что скоро она разрядится. Как же в тему? Итак, что мы будем с вами кушать? Сегодня у нас не как всегда. Обычно у нас просто обжираловка, а сегодня просто будем беседовать и потихонечку кушать мороженое. Вот так вот оно выглядит и называется скрипка. Выглядит как скрипка. Мороженое недорогое по сравнению с Никерсом, МНД, МСМ, Баунти. Стоит очень бюджетно и я решила попробовать. Когда я покупала это мороженое, ко мне подошла женщина и говорит, вы бы не могли мне посоветовать, какой из этих мороженых лучше. А я такая думаю, я вроде не в форме консультанта. И навряд ли она знает, что я снимаю мукбанки. Я ей сказала, я даже не знаю, смотрите сами. Я боюсь всегда что-то, знаете, прям такое советовать. Ой, какой кайф. Причем у меня, значит, такая проблема. Посылки не доходят, девочки. Я заказала специально для того, чтобы распаковывать видео во влогах, чтобы было интересно. Разные вещички. Соли. Домашний костюм. Чехлы для телефона. Резинки для волос. Резинки вообще там очень выгодно. Прям копейки стоят. И получается, отслеживание показывает, что посылка в Азербайджане уже. Уже 12 дней посылка в Азербайджане. И никак-то мне не доходит. Я захожу на почту. Даю трек-номер. Мне говорят, что она еще не дошла. Я не понимаю, сколько мне еще ждать. Поэтому не заказывайте с Али. По крайней мере, сейчас. И самое интересное заключается в том, что Алиэкспресс не хочет мне возвращать деньги. Они просто это объясняют тем, что посылка уже в стране получателя. Потерпите немного, и посылка дойдет до вас. Сколько терпеть, непонятно. Я еще хотела себе кольцевую лампу заказать. Представляете, за 8 тысяч рублей. Сейчас я думаю, как хорошо, что я ее не заказала. А то бы и деньги бы не вернула, и посылка бы не пришла. Когда ты теряешь 15 долларов, это не настолько как бы неприятно, так можно сказать, да, чем когда ты теряешь 200 долларов. Ну, вы сами понимаете. Вкусное мороженое. Ничего не скажешь. Вы подумайте, что я чокнутая, но я очень люблю сочетать мороженое с чаем. 15 минут назад я разговаривала со своим братом, пока красилась. Он всегда звонит по видеозвонку. Я ему говорю, хочется заработать 500 рублей. Он такой, давай. Я говорю, угадай, с чем будет мой следующий мукбанк. А я прям готовилась, красилась к мукбанку. Я в инстаграме сказала, что у меня будет мукбанк с мороженым и алчоем. Вроде деньги небольшие, но приятные. А он вообще, девочки, настолько далек от соцсетей, ему настолько это неинтересно. я его всегда ругаю. Я говорю, что нужно знать, что такое история в инстаграме, нужно знать, кто такой Гусейн Гасанов. Это просто стыдно не знать. Он такой вечно, мне это неинтересно, ой, да ну. И как вы думаете, что он сказал? Он говорит, мне необходима подсказка. Я говорю, какая? Хотя бы скажи, говорит, это еда из доставки или собственного приготовления. Вот я знала, если бы я сказала доставка, он бы сразу сказал роллы. Я говорю, нет, не доставка. И он сразу такой элементарно. Это же грузинские хинкали. Если видео резко оборвется, знайте, что просто села зарядка. Извиняюсь за эти звуки. Это соседи. Так вот. Он говорит, что это грузинские хинкали. Я говорю, нет, это мороженое. Если бы ты смотрел мои истории в инстаграм, то ты бы это уже бы знал. Я такой человек, я не могу жить без инстаграма. Если вы видите, что у меня очень мало историй, один день, вчера у меня действительно было мало историй, это просто мы поругались с парнем, у меня просто не было настроения, настроения не было снимать. Вот. Я люблю быть активной в инстаграме, люблю следить за другими. В общем, концовка истории в том, что я ему предложила просто так перечислить ему 500 рублей, но он не согласился. Он сказал, что в следующий раз он угадает. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. С вами Плайка, Эмили, и всем пока.